Всем привет! С вами вновь Ермолина Татьяна, и в этом выпуске своего прогностического блога я хочу рассказать о прогнозе на неделю с 17 по 23 апреля. Мы будем говорить о том, что будет происходить на, получается, уже предпоследней неделе серединного месяца весны. И будет происходить, ну, пожалуй, самое важное событие этого первого полугодия, а именно это солнечное затмение. Те, кто смотрит и постоянно наблюдает за астрологическими и астрономическими событиями, знают, что затмение случится 20 апреля в знаке Овна, а именно в 30 градусе. А те, кто еще и наблюдает за своей картой рождения и знает, как искать резонанс, наверняка уже сделали это, но на всякий случай я напомню. Пожалуйста, построите свою карту, найдите знак Овна, посмотрите, какой сектор в вашем гороскопе занимает этот знак, найдите 30 градус и посмотрите, есть ли в этом градусе и в этом знаке у вас какие-либо планеты. Вообще можно даже не 30 градус смотреть, можно с 25 примерно по 30 градус Овна посмотреть, а также такие же градусы весов, козерога и рака, потому что эти 4 знака наверняка, и последние эти градусы этих 4 знаков будут задействованы в этом солнечном затмении. Но не переживайте, на самом деле вы ничего не упустили, даже если вы совершенно не первый раз вообще слышите об этом затмении, вы не следите за астрономическими, астрологическими новостями, и уж тем более не ищите никаких резонансов ни с какой карты рождения. Дело в том, что если солнечное затмение на самом деле как-то влияет на вашу судьбу, то с большой вероятностью оно уже это делает, потому что у любого затмения есть определенный период, в котором оно действует, примерно плюс-минус 3 месяца от своей фактической реализации. Знаете, еще за 3 месяца до 20 апреля, по сути дела это уже в феврале, событие могло или сформироваться полностью, или начать формироваться, и к сегодняшнему дню оно может быть полностью реализуется. Так что мы не ждем, по большому счету, никаких очень-очень острых специфических событий на этой неделе, несмотря на то, что на ней целое солнечное затмение. Если оно что-то принесло в вашу судьбу, то, скорее всего, с большой вероятностью оно уже это делает. Но, с другой стороны, все же на неделе, на которой происходит затмение, всегда надо пользоваться правилом, которое выработано традиционной классической западной астрологией и себя неплохо зарекомендовало. Не брать на себя повышенных обязательств, не вступать в какие-либо серьезные конфликты и вообще не стартовать с чем-то принципиально новым для вас и очень для вас важным и ответственным. Но это, конечно, по мере наших возможностей. Если мы не можем от этого отказаться, нам это в обязательном порядке надо сделать, ну что? Тогда это может быть как раз-таки та самая необходимость, которую нам вменило затмение. Ну а если мы способны все-таки вот как раз всего этого, что я сейчас только сказала, избежать, то это было бы прекрасно. Потому что у затмения, даже у такого благополучного, которым мы будем проживать на этой неделе, все равно есть определенный момент, нюанс, деталь, связанный с тем, что мы очень мало контролируем события, которые происходят, закладываются на затмение. И если мы что-то заложили, ну даже из благих намерений это сделали, да, только хотели себе этим самым как-то помочь, как-то себя поддержать, мы, собственно говоря, даже несмотря на то, что это наша инициатива, ее очень плохо контролируем. То есть ее развитие, динамика этой ситуации, ее результирующая, ну скажем так, нам, опосредованно нами контролируема, непосредственно только лишь какими-то высшими силами, ну назовем их мирозданием, да. Вот, так что если есть возможность, конечно, не начинайте ничего серьезного нового, хотя рутинные процессы и на этой неделе вполне допустимы, они могут идти. И, как бы, эта неделя, она еще и тем специфична, что у нас помимо того, что происходит солнечное затмение, еще и происходит поворот Меркурия в ретроградное движение. Меркурий становится ретроградным 21 апреля. Напомню, кто не знает, кто не смотрит, например, прогнозы астрологические достаточно часто, потому что, например, в своем прогнозе на апрель я рассказала о том, что из себя будет представлять эта петля Меркурия. Да, ретроградная, она весьма неплохая. Она имеет, конечно, свою специфику, но, тем не менее, она достаточно динамичная. И, как и любой ретроградной планеты, Меркурий заставляет нас на чем-то зафиксироваться, да, сконцентрироваться на чем-то. Но вот даже в этой концентрации будет достаточно большая динамика. И если мы найдем то занятие, а нам, кстати, карта рождения, вот опять про нее. Если вы смотрите свою карту рождения и вы наблюдаете, по крайней мере, там, как у вас расположены знаки Зодиака и планеты по ним, да, то вы знаете примерно, заполнен у вас, например, телец или нет. По какому тогда сектору в гороскопе, по каким планетам Меркурий в знаке телца будет ходить? Это было бы важно понимать, потому что нам всегда в карте рождения показано, на самом деле, на чем нам нужно сконцентрироваться, например, на ближайшей петле того же самого Меркурия. Меркурий у нас будет ретроградным с 21 апреля по 15 мая. И это период, в котором нам можно пересмотреть наши решения, наше мнение в отношении каких-то определенных задач, ситуаций, может быть, других людей, но это зависит от того, где она путешествует в вашей карте рождения. Вот видите, все на самом деле упирается в нашу индивидуальную карту рождения, и только она нам может подсказывать, и никакие другие. То есть даже если нам какой-то астролог рассказывает, что вы телец, и потому Меркурий будет ходить по вашему первому дому, и вообще это будет связано ровно с вами, он не прав. Потому что вы хоть и телец, возможно, по солнечному знаку, но ваша карта рождения вполне может быть совершенно по-другому скроена, создана, структурирована, и телец у вас может быть не в первом доме, а в любом другом. Вот так вот. Так что интересуйтесь астрологией и знайте, что это, собственно говоря, знание о судьбе, индивидуальной судьбе человека, а не о целом знаке зодиака. Ну и что тогда получается, что у нас по большому счёту вся рабочая неделя связана с или рутиной, или теми задачами, которые перед нами ставит это солнечное затмение. Кстати, оно ставит задачи, связанные с реализацией наших социальных потребностей и социальной успешности. Поэтому всё, что касается карьеры, всё, что касается наших профессиональных дел, наших амбиций, выходит на первый план. И тут бы хорошо, чтобы стартовать с чем-то таким, знаете, мегамасштабным, но, к сожалению, есть техника безопасности работы на затмениях, и она как раз-таки говорит о том, что надо повременить. И эта неделя, она хороша, например, для создания почвы, которая потом нам впоследствии поможет стартовать круто, хорошо, с нашими проектами профессиональными, но не сейчас, не на этой неделе. На этой неделе присматриваемся, прислушиваемся, спрашиваем, обсуждаем. И в пятницу у нас переходит Меркурий в ретроградное движение, и выходные тоже будет под этим переходом у нас проходить. И это что нам может принести? Это нам может принести разговоры, связанные с вопросами финансового характера. Вот как раз-таки под конец недели всё, что касается денег, их приходы или их отдачи станет актуальным. И если мы не захотим в это погрузиться сами добровольно, то, значит, нас погрузят в это жизненные обстоятельства. Поэтому хорошо бы, если бы мы сразу подумали о наших финансовых обязательствах, если они у нас существуют, и пришёл срок как-то нам рассчитываться по ним, то это нужно подумать об этом загодя, чтобы выходные у нас не были испорчены. То же самое и в вопросах, если вам кто-то что-то должен. И вы понимаете, что сейчас нужно об этом хлопотать. Хлопочите уже с начала недели, потому что к концу это точно станет актуальным. Всё до человека точно дойдёт, что нужно вам всё-таки или дать обратную связь, или всё-таки отдать то, что обещано вам было, возвратить. Ну и такой Меркурий, возможно, вы знаете из моего общего прогноза, он говорит и о делах личных. Его тельцовская такая вот природа, которая, телец всегда под управлением Венеры находится, это всё, что связано с отношениями с другими людьми, с созданием комфорта, благоприятной атмосферы во взаимодействии с другим человеком. Который, ну как бы, это атмосфера, при которой нам хорошо и ему тоже хорошо. Так что, как ни странно, конец недели и выходные неплохо было бы посвятить и личным отношениям. Новые знакомства на ретроградном Меркурии попахивают или старыми темами? Ну, типа, знаете, он нам новый знакомый будет напоминать кого-то из нашей прошлой жизни. Или же больше всё-таки Меркурий ретроградный связан с возвращением старых разговоров или же старых знакомств, да, и возобновлением этих разговоров со старыми знакомыми. Может быть, и в романтическом ключе тоже. Вот такая вот интересная история. Кстати, если вы не читали про ретроградный Меркурий, у меня есть целый пост. Он есть в Телеграм-канале. Я выложу ссылку на этот пост под этим видео. Прошу вас в Телегу зайти ко мне, подписаться и почитать. Потому что этот ретроградный Меркурий очень интересен. Он как настоящий, не знаю там, голливудский маркетолог. Дает нам понять, что у нас будет, когда Юпитер зайдет в знак Тельца. Это уже будет в мае. Пройдет и целых, там, получается, больше полугода, да, он будет в знаке Тельца ходить до конца года. И вот то, что он нам, Юпитер, принесет в масштабе. Вот сейчас в мини-формате нам покажется, это часть апреля и часть мая, Меркурий. И вот об этом я рассказываю в том посте более подробно. Так что обязательно переходите в мой Телеграм-канал, подписывайтесь и читайте этот пост. Но я надеюсь, что вы не только подпишитесь на мой Телеграм-канал, потому что где бы вы меня ни смотрели, обязательно подпишитесь на меня. Будь это Дзен, будь это Ютуб, там, кстати, можно поставить колокольчик, и тогда вы будете знать о том, что у меня вышло новое видео. Будь это паблик ВКонтакт. Обязательно на меня подпишитесь. Я всегда рада новым подписчикам. И я надеюсь, что вам понравилось это видео. Поставьте ему лайк. До новых встреч. До свидания.